здравствуйте друзья с вами ольга во второй половине апреля мы выбрались на дачу не решили проверить как здесь обстоят дела вот с молодыми елями у канавы все хорошо при уборке снега зимой их не повредили так что приглашаю сейчас вас прогуляться по саду и покажу я вам итоги зимовки растений в апреле 2023 года снег на участке еще не растаял это одна из альпийских горок на тоже под белым покрывалом пока ну и кое-где есть уже проталины с теневой стороны дома где снег сходил с крыши уровень составляет около метра и думаю что к майским праздникам это масса снега наконец-то растает друзья начну свой обзор с розария с плохой новости покажу вам как перезимовали розы вернее то что от них осталось напомню что в конце октября розы были подготовлены к зиме штамбовые пригнуты муж мне сделал усиленный каркас для укрытия так как прошлую зиму дуги не выдержали снеговую нагрузку погнулись и поломали розы но в этот раз я была уверена что конструкция надежная и выдержит массу снега как обычно я хотела приоткрыть торцы для проветривания и снять верхний слой спанбонда но когда открыла то ужаснулась увиденному вот это все что осталось от двух кустов розы саммерсони везде валялись объеденные и вот такие срезанные у основания побеги это роза много лет радовала меня своим цветением но к сожалению мне не удалось и уберечь от таких незваных гостей но главное что вся беда еще была в том что пострадала не она одна также были обгрызаны то есть обрезаны словно косой все розы в этом розарии а это вообще не могу понять кусок пластика над кашпо который служил опорой то ли он отломился то ли вот так отгрызли ну в общем это просто не мыши акулы тогда какие-то розы одинки была посажены всего год назад и так красиво цвела прошлом летом в общем все поели правда вот здесь остались несколько сантиметров живых побегов есть конечно надежда что от почки что-то нарастет помните красавицу аллегри их было три куста конечно удивительно красивая и обильно цветущая роза но ей не оставили даже и шанса на жизнь грызуны сделали подкопы и повредили даже корни что же они и останутся только прекрасные воспоминания в моем саду 4 розария количество роз я не буду озвучивать их было очень много я проверила все под укрытиями повреждены все розы даже нет ни одной не поврежденной и штамповые испорчены тоже они уже продаются в особенности такие зелень например любые мероприятия чаще можно позволяет посмотреть ту же цену и красавицу и в общем то но в методах на этом вклевле и в общем то я не сказала Также в розарии раньше росли клематисы второй группы обрезки и всегда успешно зимовали вместе с розами. Цвели они на побегах прошлого года махровыми цветками, но сейчас от них осталась только лишь древесная стружка. Раньше у этих клематисов весной под укрытием просыпались почки и цветение было более ранним и продолжительным. Также не удалось вам показать, как перезимовали молодые саженцы клематисов, которые я сажала прошлым летом однолетними черенками из пакетов, но их, видимо, съели в первую очередь и остались одни бамбуковые опоры и то кусочки. Так что, к сожалению, показывать нечего. Грустно, конечно, глядя на все это, но это не самое страшное в жизни. Можно купить новые саженцы, посадить, но жаль затраченного времени, сил и то, что исчезла такая красота. Грустно, глядя на все это, но и все это, но и все это, но и все это. Что ж, друзья, давайте не будем о грустном. Сейчас я вам покажу, как перезимовали мои хвойные растения. Они чувствуют себя хорошо, их на первый взгляд никто не повредил. От весеннего солнца они были защищены, так что хвои у них зеленые, здоровые. Ну а вот эти укрытия я буду снимать, как только сойдет снег. Выберу пасмурный, лучше дождливый день, чтобы растения лучше адаптировались к новым условиям. И еще хочу обратить ваше внимание на арки с девичьим виноградом. Они стойко перенесли эту зиму и не сломались, как в предыдущие годы. А теперь давайте посмотрим на ели коника. Они, пожалуй, одни из самых проблемных хвойных, которые подвержены обгоранию хвои, если их не притенять. Затеняющая сетка у меня натянута на каркасы. Она не соприкасается с кроной, для того, чтобы была воздушная прослойка. И хвоя выглядит здоровой, зеленой. Останется только полить растения, немного подкормить, ну и сделать дождевание по кроне. Под елими коника снег уже стаял, земля немножко прогрелась, и корни начали работать. Так что в пасмурный день можно уже смело снимать притенение. Вот эту ель я уже показывала как-то в прошлых видео. В один год весной у нее обгорел очень сильно бок с солнечной стороны. И спустя время она постепенно восстановилась. На ветках проснулись почки, и коника обросла молодой зеленой хвоей. В этом сезоне хвоя у нее не пострадала, благодаря притенению. Ну а в начале лета появится молодой прирост, и ель будет более пушистой. Западные туи, брабанты и сморакт в качестве эксперимента. Поздней осенью я обрабатывала хвою средством пуршеи, это обгорание. Сейчас снизу на хвою остался белый налет, но я думаю, с дождем он постепенно смоется. Туи перезимовали хорошо, от разваливания крона они были стянуты шпагатом, так что ветки у них не поломались. Для штамповых хвойных были установлены каркасы и также притенения. Так сейчас выглядит лиственница крэйчи на штамбе. Она уже проснулась, старая хвоя постепенно осыпается, и развиваются молодые почки. Некоторые растения еще полностью под снегом, но у нас в Санкт-Петербурге сейчас стоит солнечная и теплая погода, так что снег будет активно таять. Здесь зимовала криптомерия японская Секан. Это вторая ее зимовка. Сейчас я покажу, как она себя чувствует. С ней все в порядке. Бронзовый оттенок хвои с потеплением она меняет на светло-зеленый. И, в общем, каркасное укрытие плюс укрывной материал, да, снег. Все это помогает пережить и сильные морозы. Еще одна хвойная красавица, которая плохо переносит зиму в нашем холодном регионе, это пихта Нордмана. Но под укрытием ей комфортно, так что она уже не менее пяти, а то и шести лет неплохо переносит наши зимы. Так после зимы выглядит в ракарии пихта Кахоуц Айс Брейкер. Очаровательное, конечно, растение с такими замечательными серебристыми завитками. Хорошо она зимует под каркасным укрытием уже второй год. Молодая ель Инверса, прошлогодняя осенняя посадка, и также ель Акракона, обе они хорошо перенесли свою первую зимовку. Это каменистая зона с почвопокровными растениями. Все пока находится под снегом, и видны только верхушки каркасов, под которыми находятся две ели бронз. Для балканской сосны я делала каркас на эту зиму, так как ежегодно под массой снега у нее ломались ветки. Ну, а такие каркасы, конечно же, помогают растениям успешно перенести зимовку. У сосны Шверина прошлой зимой вымерз верхушечный побег, но зато в этом сезоне она выглядит очень хорошо. Молодым растениям первые два года после посадки для успешной зимовки я стараюсь делать каркасы. И если нет затеняющей сетки, то сверху накидываю укрытый материал. Правда, в избежание выпривания им не рекомендуют накрывать растения, но при использовании каркасов под таким укрытием достаточно воздуха и растения неплохо сохраняются. Сосну Цесарине Блю я сажала в прошлом сезоне и такой деревянный каркас помог уберечь ее от большой снежной нагрузки. Такие каркасные укрытия также пригодятся и для штамповых форм. Европейскую лиственницу пендула уже третью зиму защищает вот такой каркас из деревянных кольев и плюс сверху еще обычный спонбонд. Ее место прививки не страдает и также молодые ветки не вымерзают. С теневой стороны дома посажены несколько можжевельников в принц уэльский. Под их ветки я обычно подкладываю либо камни, чтобы не было выпривания от соприкосновения с землей. И также сверху либо деревянные бруски, либо ящики, чтобы снежная масса не повредила растения. Совсем маленькая корейская пихта Блауэрскимо замечательно провела зиму вот в таком каркасном домике. Это садовая клюква. Я ее тоже посадила в начале осени прошлого года и в качестве эмульчирующего материала использовала лесной ягель или его еще называют олень и мох. Клюква хорошо перезимовала вот под обычным таким пластиковым ящиком. Садовая клюква Рододендрон Канингемс Уайт сохранил все свои цветочные почки, которые заложил в прошлом сезоне. Так что цветение у него будет опять пышным. Это Азалия Гибралтар и у нее тоже много цветочных почек. Это небольшая водная зона с декоративными прудиками, но она пока находится под снегом. Так выглядит Мискантус Кляйнсильберспайн. Непонятно, как перезимовал. Несмотря на то, что он на ощупь сухой, думаю, что отрастут молодые побеги. Кусты лаванды живые и здоровые, значит, будут цвести. Верески тоже, в принципе, выглядят неплохо. Друзья, показала я вам малую часть растений, которые уже освободились от снега и которым был доступ. Но остальной снег, надеюсь, постепенно стает и можно будет уже наводить на участке порядок. На сегодня, пожалуй, все. С вами была Ольга и до скорой встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова